6 июня. В нашу редакцию поступает звонок от жителей 14-го дома по проспекту Ленина. Мы сразу выезжаем на место. Люди в ужасе. Их двор вот-вот уйдет под землю. Асфальт проминается под ногами, уже появилась дыра. Вызвали спасателей, которые, осмотрев территорию, подтвердили, что под землей огромная полость размером с большую комнату. Но на месте никаких мер принимать не стали. Огородили участок, заткнули дыру палкой и уехали. Как нам удалось выяснить, это были сотрудники Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии Магадана. Оказалось, что они передали информацию в административно-техническую инспекцию. Но несколько дней ничего не происходило. И только спустя некоторое время во дворе появилась большая насыпь. Позже ее разровняли. И пока на этом все. А тем временем еще один провал образовался на Приморской, во дворе дома номер 7, корпус 2. По словам очевидцев, кусок асфальта просто ушел под землю. Правда, практически сразу на место прибыли сотрудники Магадан-теплосети. Именно у них мы решили выяснить, что произошло. В выходные организовался провал грунта в этом месте. Позвонили в диспетчерскую Магадан-теплосети. Магадан-теплосеть поставила ограждение. В понедельник выяснилось, что это провал не наш, а водоканал. Ограждение оставили, дабы предотвратить попадание туда. Ну, каких-то, не знаю, там, водителей, неосторожных или пешеходов. До устранения устранять будет водоканал или Галут или кто, не знаю, кто будет. Ну, это не наш провал. Провал в асфальте. Связались мы и с руководством водоканала. На наших сетях там ничего нет. Мы свои сети проверили, они исправны. Там есть какой-то гараж, который был ранее подключен к сетям водоснабжения. Про этому гаражу я вот откровенно сходу сказать не смогу. Ну, в общем-то, вот эта линия, на которой произошла авария, из-за которой образовался провал, она находится в ведении собственника этого гаража. Вот. Кто собственник гаража, я вот концов не нашел, поэтому поручил своим засыпать. Решили решить проблему, пока она не развилась. Понятно, что можно было бы искать там до конца лета этого собственника, найти и потом его понудить это сделать. Ну, в общем, решили оперативнее это сделать. Если разберемся, кто собственник, то перевыставим плату за работу. Дамир Шакиров подчеркнул, что никакой аварии на трубопроводе не произошло. Провалился именно грунт, и водоканал продолжит следить за состоянием этой территории. В случае необходимости яму будут подсыпать.